Ивановская соборная мечеть принимает гостей. Сегодня ее двери открыты для всех посетителей, вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания. Мы хотим, чтобы раскрыто не закрытое общество какое-то, а просто свои. Мы граждане России. Мы исповедуем ислам. Второе по величине, кажется, а первое по миру количество исповедующих ислам, религия. Желающих побольше узнать об исламе в этот день оказалось немало. В основном это молодежь. Гостей встретили финиками, традиционным угощением. Рассказали о быте. Для мусульман это обыденность, для визитеров что-то новое и удивительное. Смотрите, вот это называется мисвак, зубочистка. Полторы тысячи лет назад посланник Аллаха, пророк Мухаммад, говорил, вот этим мисваком он чистил более пяти раз свои зубы. Вот нам, например, сейчас говорят, зубы чистить утром, вечером, да? А пророк Мухаммад сказал, что если бы я знал, что вас не затруднит, я бы сказал, чтобы вы чистили зубы при каждой молитве. То есть пять раз в день. Эта зубочистка полторы тысячи лет назад имела место применения, да? Вот. Ее очищают вот так и чистят зубы. Не всем известно, но в исламе тоже есть святая вода. Она носит название Замзам и исцеляет по преданию от всего, кроме смерти. В отличие от православной, крещенской воды, этот источник всего один. Господь отправил ангела, который вмахнул крылом, и вот открылся источник Замзам. И с тех пор этот источник не высыхает. Оттуда берут все паломники, пять миллионов, которые приезжают туда, берут эту воду, а вода не кончается. Никто не может понять, почему. А мусульмане знают, почему. Потому что это святой источник, который Господь был. В мечети нет ни одного изображения Бога. Вопрос этот принципиален. Для мусульман Господь не подобен чему-то земному. Отобразить его на холсте значит очеловечить. Это недопустимо. Мечеть не только место для молитв и духовного обогащения, но и образовательный центр. Здесь есть даже специальные классные комнаты для обучения и детей, и взрослых. С каждым шагом рассказ экскурсовода раскрывает ислам совершенно с другой стороны. Оказывается, религии не такие уж и разные. Здесь отпечатки ног Абраама находятся. Отпечатки ног Абраама. Вот эту мекку строил Абраам, его сын Смай. Абраам – это пророк, который был до пророка Мухаммеда Сауссана. Этот пророк был до Моисея. Это пророк, который Абраамом называют. Это и в Библии, и у христиан, и у иудеев один и тот же пророк. Прогулка по зданию на самом деле экскурс в религию с многовековой историей. Сложно уместить все в голове, но гости для себя выводы сделали. Очень добрые люди, отзывчивые. Удивило насчет того, что они кормят людей, когда у них наступает этот месяц, когда сюда могут прийти любые люди и покушать. То есть это чудо в наше время. Одного дня открытых дверей, конечно, мало. Но, как правило, гостям, желающим познакомиться с этой древней религией, никогда в этом не отказывают. Ислам, говорят, здесь для разумных людей. Двери мечети всегда открыты для тех, кто стремится узнать новое. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.